В эпоху ковид смеяться разрешается, но есть ряд ограничений. Спустя полгода на сцене игра КВН, 1-4 финала. За выход в полуфинал сражаются 6 команд. Татьяна Исауленко, учитель музыки, она в команде педагогов. Три года девушки участвовали в трудовой лиге КВН, а сейчас решили, что пора идти дальше и громко заявили о себе в официальной лиге. В 1-4 педагоге стали первыми. Секрет успеха, признаются барышни, это шутить на злобу дня и во всем искать позитив. Больше нужно шуток о жизни, которая вот именно каждому человеку, не обязательно учителю подойдет, а именно вот все. Как мы шутили о дистанционном обучении, наше музыкальное выступление было. Ведь это всем знакомо. Овна шторы закрыла, удивленный класс сидел, Что-то все узнали сразу, ведь я из-за класса эти шторы из-за класса Покупала в кабинет. В целях безопасности зал был заполнен на 40%, а рядом с болельщиками расположились символы игры «Птицы Кевины». Но даже в таких условиях, признаются игроки и организаторы, переполняет счастье, наконец-то выйти на сцену. Видеоверсия или что-то не заменит живого общения, потому что КВН – это такой определенный клуб, где общаются напрямую, глаза в глаза, и юмор и шутка здесь и сейчас. И от этого кайфуешь, от этого получаешь наслаждение, и ты смотришь на сцену и говоришь, да, это именно вот так. Для самарцев, которые соскучились по искрометным шуткам, приготовили сюрприз. В воскресенье на праздновании Дня города выступят 10 команд КВН. Марафон пройдет на спуске площади Славы, начало в 4 часа дня. Мария Левина, Николай Епифанов, События.